Всем привет, вы на канале Суперкит. По-прежнему есть сборки ПК, которые люди не торопятся менять, и пропускная способность SATA у которых ограничена SATA 2, что есть 3 гигабита в секунду. Тем не менее, и такие компы оснащаются SSD. В свою очередь, интерфейс подключения SSD давно уже не SATA 2. Во всяком случае, все современные SATA SSD уже давно SATA 3. Это никак не мешает подключить SSD к такому компу или ноуту, поскольку SATA 1, 2 и 3 обратно совместимы. Но согласитесь, возникает вопрос, намного ли SATA 3 эффективнее, чем SATA 2. То, что в тестах на максимальную скорость более новый стандарт быстрее в 2 раза, это понятно. Но вот что это дает при обычной реальной работе компа? Именно этот вопрос я и предлагаю сегодня изучить на практике. Естественно, самый лучший и честный вариант это когда все остальное железо абсолютно идентично. Согласитесь, какой смысл это пробовать на разных компах, например, с разными процами. Да и BIOS у разных системных плат грузится разное время. На моей вот плате основного ПК загрузка винды начинается через 18 секунд после включения компа, а на неосновном через 2 секунды. У второго компа на материнке есть и SATA 2 и SATA 3. Этим техническим моментом я и воспользуюсь. Такая вот плата переходного периода, 4 порта SATA всего, из которых 3 штуки это SATA 2 и 1 SATA 3. Далеко не все материнки в 2013 году могли похвастаться хотя бы таким достижением. Особенно из сегмента стоимостью около 60 долларов за системную плату, к которому данная системная плата и относится. Для теста я предлагаю проверить SSD в работе при подключении к SATA 2 и SATA 3. Для этого воспользуюсь китайским твердотельным накопителем, обзор которого был в прошлом видео. С тестом максимальной линейной скорости чтения и записи более-менее ясно. На SATA 3 должно быть быстрее. Но как это отразится на скорости загрузки программ, в том числе и самой Windows? Сначала установил Win7, с нее и предлагаю начать. SSD подключен в SATA 2. Скорость загрузки можете видеть на экране. Умышленно выжду до того момента, когда комп обнаружит, что сетевой кабель не подключен. Теперь тот же накопитель, только подключен в SATA 3. Разницу видите? Я нет. Хоть я и оговорился, да и это и без меня понятно, что на SATA 3 максимальная скорость выше в 2 раза, чем на SATA 2. Но я все равно сделал тест, чтобы сравнить. Кстати, по оценке производительности Win7, разница при подключении в SATA 2 или SATA 3 для ОС также отсутствует. Если в случае Win7 была чистая новоустановленная винда плюс дрова, то во втором тесте предлагаю затестить Win10 плюс дрова плюс достаточно емкая программа. Конкретно архикад. Сама Windows 10 стартует на SATA 2 за такое время. А на SATA 3 за такое. Как видно, Win10 на SATA 3 запускается в полтора раза быстрее, чем на SATA 2. Программа архикад в демо-версии доступна бесплатно. При запуске всплывает окно, в котором предлагается активация программы. Это окно и его пропуск я вырежу из видео, чтобы было видно именно чистое время запуска архикада. В случае, когда SSD подключен в SATA 2, скорость запуска такая. Если SSD подключен в SATA 3, то скорость запуска такая. Разница практически в три раза. Несмотря на то, что разница в скорости между SATA 2 и SATA 3 отличается лишь двукратно. Вот так весит это прога до установки. А так уже в установленном виде. Так что для подобного рода программ скорость SATA имеет достаточно важное значение. Я думаю, что более чем наглядно показал видео ответ на вопрос интересующимся людям. Стоит ли брать SSD, если в системной плате только SATA 2? Ответ однозначный. Стоит. Несмотря на наличие лишь SATA 2, вы все равно заметите существенный прирост в скорости работы и загрузке винды и программ. Но и SATA 3 все же придуман не зря. На небольших по емкости программах разницу не увидите или практически не увидите, а вот при объемных программах разница будет видна. Причем не только в скорости запуска, а и в скорости работы и загрузки каких-либо файлов или проектов программ. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok